Это книга. Эта книга, она как бы ключом и другим книгами является. Я в то время, в прошлом году, был арестован не раз, за слово Божие. Вот я именно арестован, а цветы летят. И все здесь описано. Вот эти книги, сейчас покажу еще три. О, в подарок Путину, Лукашенко подарено. Не надо говорить, какое издание, как изданное. Они эти подарочные. Это впервые, за 2000 лет вышло, полное толкование Нового Завета по святым отцам церкви. С опровержением самых современных сектантских толкований. Я миссионер, в моем доме многие сектанты стали православными батюшками. Это Бог делает, это, конечно, человеку непосильно. Люди иногда не понимают, что-то, вот, это вот приглашение для ваших, наш сайт. О чем речь? Вот одна книга, посмотрите. 20 том, это, они все разного цвета, открытым оком. Это мои личные беседы с Александром Менем, убитым священником. И это нигде больше нет. Почему? Его нету, его убили. И здесь мы беседуем, вопросы, я ему задаю, он мне такие большие государственные вопросы. Это был энциклопедист самый настоящий. У вас какие-то, может, даже книги его есть? Я здесь, я как бы в другом отделе работаю, я с фондом не работаю. Ну, слышу, Александр Мения, убитого священника. Так, вот эта вот отдельная книга, ее не рекомендуется давать, кто связан с журналистикой, они сразу ее вводят. Это 300 поэтов России за 300 лет, что сказали по определенной тематике. Я сейчас покажу даже где. Вот, допустим, вот эти поэты. Танна Ахматова, Барман, Кольцов. Видите, мне студенты, я много в разных университетах вел занятия, задают вопросы. Я на вопрос отвечаю из шести поэтов за 300 лет. По тематике, о революции, о семье, о взаимоотношениях. Что сказал? А кто сказал? Кольцов я сразу нахожу, Мерешковский, Бунин. И шесть поэтов на каждый вопрос. А между ними вставка из священного писания. Ценность-то в чем заключается. Это 26-й тонн, я его отдельно выделяю. Вот это, кто желает работать среди тех, которые не православные, это отдельно миссионерский материал. Почему мы православными сектантами, когда беседуем? Почему мы Божью Матерь признаем? Почему у нас священство? Почему церковь? Мы признаем, они хорошие люди все. Но без священства церкви нет. И на этом главную остановку делаем. И когда они понимают, что это действительно так, они начинают задуматься и приходят в православную веру. Я миссионер, у меня многие сектанты стали православными. Вот эта вот книга, это мои личные беседы с Александром Менем. Убитый священник. Этого нигде в мире больше нет. Это мы на дому с ним беседуем. А на сайте, там аудио, мы разговариваем и слышим, как чай мешает, там за микрофон берется. А отдельный том посвящен, это старообрядчество, 180 лет. Самое хорошее, что они оставили, как нам обогатиться друг от друга. Эти книги имеют возрождающие действия. Я сейчас показывал, где-то она, вот она, эта книга. Я в свое время был, ну неоднократно, репрессирован, реабилитирован, конечно. Вот, вот я показываю. Это я иду арестованный. Это летят цветы. И весь процесс здесь описан, как был. Свидели за слово Божьего. Как в тюрьме был, как новые люди обращались. Вот эти вот четыре книги, вот эти посты на подарок Путину, Лукашенко. Примерно 360 библиотек теперь их имеют. Сбербанк России. Те, у кого эти книги в руках были, они понимают, они нужны сегодня, как дыхание воздуха. Я начальник детского лагеря, 40 лет. И с помощью государства, тысячи детей. Мы конкретно показываем, начинать работать с Богом, конечно. Первым делом, вот мы строим православное поселение. Храм построили. Первым делом храм. Другие места начинали строить. У них засохло, разворовалось. Там еще попало пить начали. Нас хранит Господь. И вот это, что мы делаем. Мы сейчас прошли Германию, Польшу, Чехию. Заехали в Сербию. Нам до Дальнего Востока дошли. И всегда спрашивают. Главная цель-то чего? У нас воздух в лагере, Россия должна встать. Понимаете? А второй воздух в лагере, Россия, это мы. Нам не на кого надеяться. Мы только на Бога надеемся. Рано встаем, помолились, дети искупались. Они даже умеют все делать. Для этого Бог дал нам жизнь коротенькую. Чтобы мы со Христом примирились, узнали Бога, жили для Бога. И жизнь наполняется таким смыслом. Вот мне 74 года. А вы посмотрите в книгу. Вот набор делал сам, берсткой занимался сам. Это пол-литра у меня ушло материал накопить. А 9 лет я провел за компьютером. Больше 30 тысяч часов. Видите, какая бумага. Это же, ну понятно, все книги шиты. Это нельзя издать сегодня. Это большие миллионы стоят. Но люди откуда-то узнают совершенно незнакомые. И стараются поучаствовать в этом деле. Ну, это же хорошо. Так мы уезжаем и всех просим помолиться. У нас путешествие трудное. Мы идем на Чечню. Обстановка непростая. Нам Грузия предстоит, Армения и Азербайджан. И вот примерно хотя бы три края. Ну, материал мы сначала заслали сюда. В большом контейнере машины. А теперь вот здесь работаем. Нынче мы не успели в Скандинавию пройти. Люди, которые соприкасаются с книгами, они забывают сами себя. У меня мэр города говорит, я на работу был опоздал, до 3 часов считал. Потому что это он участник. Его фотографии здесь есть. Да можно с вами к вас Господь. Ага. Спасибо.